МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В группе И один из фаворитов турнира сборная Франции разгромила сборную Швейцарии со счетом 5-2. Игра была довольно интересной, швейцарцы оказывали достойное сопротивление. Однако на 17-й минуте французам удалось прорвать защиту противников, и Оливье Жиру отправил мяч у ворота. Не прошло и минуты, как после контратаки французы вновь забили гол в ворота Бенальо. На этот раз отличился Блес Матью Ди. Следует отметить, что вратарь швейцарцев смог спасти свои ворота после удара Карима Бензима с пенальти. Ближе к концу первого тайма Матью Вальбуэна увеличил отрыв еще на один гол. В раздевалку команды отправились со счетом 3-0. Второй тайм был по-прежнему за подопечными Дидье Дешама, и еще два гола забили Карим Бензима и Мусаси Сапко. Ответить сборная Швейцарии смогла только к концу матча. На 81-й минуте Блирим Джима Ильи распечатал ворота Льориса, а уже через 6 минут Гранит Джака забил еще один гол. Французы обеспечили себе выход в стадию плей-офф. Теперь им достаточно просто обойти Эквадор, который этим утром провел захватывающий матч со сборной Гондураса. Игра, состоявшаяся на стадионе Арена Байшада, завершилась со счетом 2-1. Счет был открыт в 31-й минуте африканским футболистом Карло Костли. Стоит отметить, что этот гол стал первым для сборной Гондураса на чемпионате мира с 1982 года. Но эквадорские игроки не заставили своих болельщиков усомниться, и уже на 34-й минуте Валенсия забил первый гол ворота Гондураса, сравняв счет. На этом он не остановился и сделал дубль во втором тайме, дав преимущество своей сборной. В группе G свои вторые матчи сыграют Германия и Ганна. Примечательно, что сборные играли на прошлом чемпионате мира также в одной группе. Тогда Германия выиграла у Ганны со счетом 1-0, гол забил Месута Зил. Сможет ли игрок Арсенала вновь поразить ворота черных звезд, элеганцы отомстят за свое поражение, увидим уже сегодня. Впервые на Мундиале встретятся команды Ирана и Аргентины. Сборные в истории встречались только однажды в товарищеском матче в далеком 1977 году. Стоит отметить, что для иранцев эта встреча станет прекрасным шансом показать себя в борьбе против столь хорошо подкованных аргентинцев. Первый матч Небесноголубых с Боснией и Герцеговиной был выигран, но победа была не столь убедительно. Болельщики ждут от подопечных Алехандро Сабельи игры на еще более высоком уровне. Матч второго тура группы И. Нигерия, Босния и Герцеговина обещают подарить зрителям интригующую игру. Обе сборные имеют равные шансы на выход в плей-офф. В активе Нигерии одно очко после безголевой ничьей с Ираном. В свою очередь драконы, несмотря на то, что проиграли Аргентине 1-2, громко заявили о себе в дебютном для них чемпионате. Смотрите программу «Спортпро Бразилия-2014», следите за нашими твиттер-трансляциями матчей и будьте в курсе всех событий Мундиаля. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин